всем привет с вами андрей давайте заберем ежедневные награды у нас рыцари бумаги и пера 3 часть версия 134 собственно заберем ежедневные награды заберем все бонусы которые нам бесплатно предоставляет разработчик ну и также заберем склянки для того чтобы снимать себя дебафы с версией собственность последней версии с текущей у нас дебафы ибо и как вам объяснить а доты в общем говоря которые текущие дота они видны сейчас я вам покажу берем рандомный бой самый произвольный вот например это ближайшие 100 монет добираем добегаем это плато и собственно выбираем противников собственно давайте посмотрим сейчас я вам покажу у нас теперь на противниках будет показано к чему у них резист не у всех конечно но у большинства будет показано к чему у них резис вот смотрите вот например то у например у этого так называемого лучника иммунитет к этой так называемых салу так называемые ну чтобы как объяснить сала то есть отмена способности иммунитет например у мага у гоблина и уменитет к стану их слабости то есть он тут прописано к чему конкретный иммунитет и а собственно сам шаман бьет кровотоком очень сильно если он по вам попадает это очень сильный кровоток поэтому это очень очень больно поэтому против шамана очень мерзко драться а собственно свитки и склянки которые ему присутствуют они либо полностью снимать либо частично снимают что очень очень полезно давайте заберем ежедневную награду виде 500 золотых она раз 24 часа реального времени восстанавливается собственно в этой серии я хотел бы вместе с вами пробежать кстати говоря разработчик также добавил возможность за рекламу передвигаться то есть как вы видите можно либо за золото либо за рекламу передвигаться также если вы двигаетесь далеко можно остановить продвижение то есть например я двигаюсь вот сюда вот на 2 300 я могу остановить передвижение собственном замке по крайней мере как вариант ну вообще полезная штука чтобы ты выбора передумали туда бежать и или вам дорого и так далее единственно что меня конечно расстраивает это то что больше недоступна библиотека но собственно она вот в этом месте была над храмом с левой стороны в библиотеке можно было покупать книги которые прокачивали способности ваших собственно персонажей у меня в данный момент собственно вар фишер человек они человек у меня двор фишер 2 2 собственно клерик доктор человек дорога дворф кузнец шаман человек констебль и паладин дворф профессор собственно профессор это 15 процент на шанс того что атакует именно профессора враги собственно фишер это 10 процента шанс того что атакует именно его собственно доктор это спас броски плюс 2 собственно рога это кузнец 50 процентов great айтемов быстрее шаман констебль это рандомный враг при начале боя получает самую низкую инициативу вот у нас у меня собственно сорок пять сорок четыре уровни 46 уроки по способностям у нас все восемь на 17 мы раскачали кроме роги у него бак степ 19 вот собственно при а у нас также как собственно способности качаются за гема либо за книги у меня акции нет гемов достаточно чтобы прокачать способности но факт в том что они качаются либо за гемой либо за книги для моего уровня 40 нужно чтобы на 18 уровень перевести либо за книги книги можно получить рандомность боев а также гемы можно получить с данжа ну собственно с подземелья с которого ну вот основное вашу так называемый темный данж ключи восстанавливаться раз в час вот с этого данжа можно получить по ежедневным заданиям у нас сегодня собственно и п не значит такой и п опыт это очень убить шаманом постановить герои 95 энергии это достаточно много но это легко сделать если какой-нибудь герой вар например у кого магии очень мало и собственно спас бросок от пиявки она пиявки у нас кидает основном нежить поэтому можно идти к нежити сразу же шаманом чтобы кого-то убить и опыт восстановить на опыт и обычно я восстанавливаю через этот беру рандомного бойца отправляю всех отдыхать беру например мага и мисс мага у меня маг 20 уровня мы вместе не бежим в рандомную локацию вот например сюда и сейчас проводим один бой вместе с магом рога их в любом случае всех убьет а маг просто до кучки подлутает опыт собственно смотрим прокачался у нас способность да как видите ежедневное задание на опыт у нас завершена теперь нам нужно убить шаманом у нас гемов получили убить шаманом про тут я не знаю дни на четкой и п даже возвращаем свой отряд собственно клерик вар шаман и паладин нам нужно шаманом убить кого-то давайте вместе с вами это попробуем сделать например на этих же ребятах рога пропускает ход либо бафается и шаман ходит кого-то убивает сейчас давайте посмотрим ну да я думаю шаман справится сто процентов рога пропускает ход потому что он тут всех убит нам это не нужно просто начин объем кого-нибудь собственно чтобы он убил его он убил его нам скорее всего убийство засчитают а теперь нам нужно избавить так называемый спас бросок от так называемый пиявки но пиявку у нас кидает зомби игры и жены поэтому нам нужно идти либо в мавзолей либо на кладбище чтобы найти он собственно резуректа но ему это не поможет убираем всех собственно бой выигран собираем награду виде убийства шамана также 95 энергии восстановить в теории давайте посмотрим сколько у нашего танка энергии 705 а у паладина 730 в теории она наш шаман восстанавливает наш шаман восстанавливает 1300 то есть мы в принципе можем каким-то образом потерять всю полностью энергию и с помощью шамана восстановить сейчас заодно вместе с лишайником но с личинкой стой в бою в бою с нежитью с какой-нибудь восстановим себе энергию например на том же либо 95 процентов просто как раз у нас они восстановят очень быстро бьем нежить посмотрим чтобы у нас был не здесь не эти вот собственно нам нужно вот это вот я покажу он кидает пиявку не вообще в идеале его щелкать первого но но нам же он нужен по квесту поэтому он будет щелкаться последним давайте посмотрим сколько уроки магии ума уроки кстати 600 маны вообще в идеале вообще роги восстановить энергию мы бьем ядом массово морога поэтому резисты у большинства и них именно на яд ждем пиявку он почему-то пропустил ход не знаю почему но это его проблемы пропустил пропустил и этот чё-то не стал в свою щитка ставать скелеты странно но мы ему сало дали а я туплю также пиявку можно от скелетов получить они когда кастуют на себя щит вы бьете по щиту и еще собственно дают пиявку а спас броски у нас только на этом давайте скастуем дождь собственно спал броски у нас вот на клерике мог можно реализовать поэтому ждем пока походит зомби вот он собственно кинул на нас пиявку так называемым мы от нее спаслись как вы видите у паладина он кидает две пиявки у паладина одна пиявка как вы видите то есть мы в принципе можем его добивать мы забрали его давайте посмотрим по наградам данном отдали награду заю за пиявку собственно это у нас квест непонятно правда кого это бить надо ну собственно 95 энергии на в идеале тоже бы где-нибудь зарестартить давайте здесь же и зарестарте мы от самый мерзкий мод который здесь присутствует этот скелет его практически невозможно убить у него то хочется чтобы бессмертие висит я его добиваю только паладином с помощью молота потому что он по-другому не хочет умирать от слова совсем давайте посмотрим сколько у этого у него 2000 паладин его сможет добить нет паладина скорее всего не сможет добить до паладина мало жалко он просто воскреснет сейчас они сможет мы смогли добить вот ведь он сейчас к становится опять же пиявку она нужно потратить full энергию то чтобы потратить на full нам нужно сильное заклинание давайте кастуем давно чтобы они нет не сама выпилились но бы об нас обратить внимание паладина сколько моноберн уже то есть и в теория но это я не думаю что 95 скорей еще полоска должна в ноль уйти пропускаем ход потому что рога убьет их всех нам это не нужно пропускаем ход даем еще раз дождь не восстанавливаем ману своему отряду а просто ждем чтобы паладин сходил еще гартауру кинул я думаю 95 будет давайте посмотрим сколько у него магии осталось у него осталось 25 не из маны в теории по собственно крайне еще у нас есть танк еще они правда от яда будут тихать очень сильно но вся таки нам нужно восстановить магию для этого наш шаман восстанавливает ему магию собственно он восстановил ему маги нам скорее всего засчитают это я так думаю поэтому добиваем их есть не засчитают я на них порст поржу мы добили обоих бой окончен нам дали склянку первого уровня она бесполезная по своей сути единственное у нее преимущество в том что она наполовину снимает кровоток на начале она может быть полезная нам собственно засчитали восстановление крови собственно я хотел бы достижение сделать но непонятно каким образом собственно стяжение текущее достижение делается если в битве 5 на 5 мы походим самые последние чтобы это провернуть нам нужно 5 персонажей которые во первых не прокачано желательно и чтобы они при этом ходили последние то есть нам нужно кто-то чтобы они ходили последний нас интересует параметр скорость 75 500 нас это точно не устраивает 90 шикарно ниндзя сколько ниндзя 400 нас это не устраивает 200 нас тоже не устраивает маг возможно можно их раздеть но опять же уровень тоже играет роль нам нужно проиграть по инициативе всем давайте посмотрим где мы находимся мы на кладбище находимся да нам нужно проиграть инициативу у нас есть ринка на кладбище инициатива выбивается из рандомного квеста но из историчного квеста собственно кузнеца мы можем одному из них инициативу избить но не остальным поэтому давайте по возможности заберем ребят собственно сколько здесь у нас 75 ты нам подходишь танка 90 ты нам подходишь возможно их надо просто раздеть но опять же если сильно высокий уровень у них тоже будет преимущество в любом случае поэтому я не думаю что давайте соберем отряд из скажем так посредственных ребят которые ниндзя либо лично вателича наверно 500 а у ниндзя 400 ну наверное лучше ниндзя хотя без хила эти такое себе удовольствие дать все-таки лича разденем их для того чтобы они нам инициативу вниз опустили посмотрим у кого из них самая высокая инициатива 90 200 70 500 500 90 давайте снимем с них инициатива у нас получается вот это вот предмет дает им очень сильной инициативе скорость собственно сняли с одного из не снять с другого нам сразу скорость давайте посмотрим сколько по скорости 100 нам нужно выиграть у них инициативу не знаю насчет боя но я вот думаю может с ними отправить этого рогу для того чтобы просто подстраховать их давайте посмотрим еще раз сколько 200 надо снять чакрам значит шестьдесят во другое дело по крайней мере по скорости мы не должны проиграть да я думаю отправить с ними рогу и дать ему треньку на пониженную инициативу для того чтобы подстраховать party если нам придется все таки с ними сражаться чтобы рога просто всех вырезала чтобы я не переживал за эту ситуацию давайте заменим и треньку теперь у него самая низкая инициатива из всех должна быть не знаю как это сработает давайте поспим посмотрим по идее рога ходит 1 собственно бой но у нас на полу одна летучая мощь бесполезная по скорости то мы проиграли но это не то что нам нужно сейчас рога дойдет очередь она вырежет она здесь не отсвечивала выбираем бой 5 на 5 мы скорее всего и проиграем сто процентов нету наш маг почему-то вылез вперед да наши ребята вылезли вперед как видите это будет труднее чем я думал нашу наша почему-то инициативу получают я просто хочу достижение сделать чтобы наши ребята получается ну смогли походить последними я вроде и так инициативу опустила куда ниже там непонятным но опять же тут 4 моба как вы видите нам нужно 5 минимум для наши для нашего дела вот 5 мобов смотрим инициативу опять же эти меня этот гард походе ходит первым но непонятно как это реализовать я думаю смысл тратить деньги учитывая то что у нас есть возможность лутать бесплатно практически не понятно почему у него инициатива такая высокая давайте его полностью разденем для того чтобы у него инициатива упала в ноль ну кроме роги разумеется потому что роги в львов еще инициатива последняя наши конечно первый удар не переживают но это и не важно я думаю нам нужно просто пережить давайте посмотрим скорость их 90 ну понятно что 800 75 105 75 90 ну собственно скоростью она следы засчитали от достижения я даже не понял как они именно было считали на не суть важно а давайте заберем сундук 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 тут обычные мусорные вещи они серые серые и серо-зеленые ничем не примечательные особо на туда же зеленых вещей нам не упал 2 склянка свиток и фальшон он серого цвета для нас не бесполезен давайте его расщепим да куда ты нажал блин кузнец мэл и собственно расщепляем эти вещь я что-то видимо лишнее расщепил нанесут пробуем еще раз я надеюсь мы по инициативе наши ребята проиграют на край еще будем постоянно сбегать как видите тут не 5 мобов нам нужно именно 5 ждем смотрим чтобы а как видите наши двое почему-то вылезли вперед что очень странно но не по идее не должны были вылезать вперед но почему-то они вылезли давайте поспим но нас напали пятеро и нет нас опять вылезли вперед но вы сами видите наши почему-то вылезает вперед на самом деле очень сложно сделать чтобы все мобы были низкой инициативными разработчики нам специально дали это достижение для того чтобы было максимально сложно если я правильно понял чаще всего у нас падает этот маг и земляной поэтому им надо сейчас лучше инициативу опустить в ноль того чтобы они вот видите мак опять первый вылез вот нахрена ты здесь нужен маг видите да маг опять первый вылез но опять же тут не все то есть нам нужно пятеро поэтому сбегаем пытаемся поспать у нас конечно же это не получилось и тут пятеро а наш маг опять видите первый вылез вот я честно говоря не понимаю почему маг вылезает первым не вонар надо инициативу дать чтобы он вылезал последним давайте так и сделаем наверно не знаю урока тогда она вообще вообще будет постоянно первым выпрыгивать отдадим магу за то чтобы он вылезал последним посмотрим еще раз не видите рога ходится на 1 да рога ходит все равно 1 даже если мы мага делаем последним все равно рога ходит 1 сложно очень слабо достижение сложная очень скорее всего его можно сделать но нужно брать рандомных ребят давайте полечим наших ребят и отправим отдыхать их возможно можно выиграть как-то инициативу но я пока не понимаю как именно это реализовать возьмем ниндзя разденем его того чтобы у него инициатива была низкая давайте посмотрим сколько у ниндзя скорость 180 он нос и первый будет ходить либо надо трудно других ребят нападать давайте попробуем в замке вот собственно пятеро давайте посмотрим да у нас получилось обратить внимание мы получили достижение наши сеть я конечно же сдохнут то что они голышом это неважно мы получили достижение собственно то что мы хотели мы получили да весь отряд погиб но это неважно наша задача была в другом заключалась в том чтобы собственно весь отряд давайте воскресим всех 100 монет 600 монет давайте сейчас сразу переоденем так это у нас гард 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 гарду на 1 щит нужно какой-то отдать посильнее на дэв да что там у него гард 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 отдать какой-нибудь доспех весь 15 из 15 д.ф. давайте вот этот и дадим ниндзя ну собственно чакрам и грыжа на этот по доспеху криты по доспеху криты еще один еще одну dd так называемые но у нас скорее всего в щите стоит на тему щит отдадим и какой-нибудь доспех наш любимый мак лич собственно у нас чакрам присутствует надо его кому-то отдать чакрам это сильное dps оружие непонятно почему не никого она не одевается скорее всего я с кого-то его снял да как вы можете видеть у меня на хантере нет оружия давайте мы вернем от собственно мы их переодели убираем обратно они нам сослужили службу собственно что от них и требовалось возвращаем свой отряд нас эти почему-то двое не открыты непонятно почему возвращаем клерика вар шаман и паладин собственно вернули смотрим достижение я просто хотел сказать что это такое что же это вам дает нажали нам дали новую профессию нифига себе давайте посмотрим что это за профессия 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 доступна теперь для этогоHi давайте посмотрим что за профессия нас теперь такая видья на оно наверно под этот по подкласс илита на давайте посмотрим что за подкласс вот собственно профессия у нас нас еще остался одна профессия у нас она недоступна что она дает она дает весь опыт пять процентов дает рефлекс мин ты вел собственно но это для магов скорее всего в основном до профессия хороша будет потому что вилл это у нас так называемая воля она повышает магический потенциал а минт это магическая сила с нам повышает но рефлекс я думаю понятно что это ловкость уклонения ну ну такой себе но 5 процентов опыта конечно неплохо но опять же у нас нет мага чтобы им повышать его поэтому непонятно что как тут это дело реализовать но факт том что мы на открыли все-таки новый класс точнее под класс класс у нас вот у нас два закрытых на манты и собственно артифик по достижениям давайте посмотрим и мы скорее всего будем открывать вот вот эти вот достижения непонятные потому что как их открывать не ясно как и вот эти вот со знаками вопроса тоже потому что она если вот эти еще куда не шли тут 25 этаж мы скорее всего закроем и все как бы я так думаю по крайней мере вот эти непонятные как закрывать это нужно какие-то квесты выполнять но опять же у нас квесты закончились поэтому тут немножко не ясно есть только каких-то конкретных мобов бить непонятно давайте пробежимся до портала возможно нужно все побочные квеста на конкретного персонажа сделать но они же обновляются раз в час тут как спорный момент непонятно как до конца это делать собственно у нас бой рога взял инициативу на себя начинает вырезать и в компании все погибли без исключения он дали склянку и книгу кстати говоря далее давайте посмотрим что это за книга зелененькая это пятый урок уровень то есть начальная книга ничем не примечательная нам засчитали за выполнение квеста нам дали за это опыт немножко золото уберем книгу в хранилище ли ваш ванна не мешалась у нас присутся как вы видите книги я успел закупиться ну а когда они продавались за золото собственно в этой библиотеке так называемая сейчас библиотека недоступна она потому что из-за версии она обновилась поэтому мы непонятно как двигаться в этом вопросе вот как то так ладно я думаю мы будем вместе с вами заканчивать мы сегодня вместе с вами закрыли собственно ежедневную награду ну тут чисто золото нам не актуально закрыли награду через 20 часов это примерно 3 часа утра примерно по москве она обновляется вот этот сундучок кому будет интересно вникание это заберу разберу ну вот закрылись собственно ежедневочку закрыли кого этот достижение одно сегодня по знакам вопроса непонятно как закрывать собственно вот эти тоже потому что нужно закрыть квесты собственно короля дамы и собственно белочки а как их закрыть пока не ясно квесты они побочные у нас остались они помощник квесты где их искать не ясно знаки вопрос тоже не ясные закрыть уровень достижения 25 принципе реализуем и я думаю мы сможем это сделать девяносто девятый уровень персонажей как и пять персонажа 99 уровне это каждая хрена у нас например 50 и мы откровенно устали качаться но опять же мы все равно дальше не прокачали у нас еще дальше может качаться 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 ключи раз в час восстанавливается в реального времени вот видите мы можем и за 48 монет собственно загрейдить дальше на следующий этаж также вот собственно у 50 монет есть хотя вам покажу что у меня можно загрейдить и за 40 голды 40 гемов так называемые раньше они грейдились за книги но фишка в том что раньше и откатывались то есть вы персонажи к ставите в гильдию и у них откатывается способности а сейчас я прокачал способность мага fireball так называемый не она не откатилась то есть вы сами видите то что сейчас в этом вопросе чуть лучше а что касаемо достижения в целом неплохо там опыт любом случае лишним не будет но опять же у нас нет магических классов полностью у нас клерик которые по сути не магический класс и собственно шаман который тоже по сути не является магическим классом он как бы магический класс но и учитывая то что он а сопортящий класс то ему нужно наоборот больше хп чем магии вот поэтому тут спорное достижение по поводу того во что его экипировать лучше как то так всем спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока